Продолжение следует... Мы сегодня с вами посмотрим на то, что из себя контроль в обучении иностранным языкам представляет на текущем этапе в современной российской школе, какие особенности контроля существуют с точки зрения методики как российской, так и международной, и посмотрим на то, каким образом использование обучающих компьютерных программ и средств информационно-коммуникационных технологий позволяет нам развивать у учащихся и умение самоконтроля, и делать контроль автоматизированным, и в конечном итоге облегчать жизнь учителю. Потому что, как всегда, одной из самых больших проблем является, что новые требования на нас с вами сваливаются, сваливаются, а легче жизнь никто особенно не делает. Уважаемые коллеги, по традиции, скажите мне, пожалуйста, вы меня хорошо видите и слышите? Уже многие пишут, все в порядке, спасибо, приятно видеть знакомые имена. У нас есть и постоянные участники вебинара, но я думаю, у нас есть и участники, которые на вебинаре в первый раз. Есть у нас кто-нибудь сегодня, кто впервые в вебинаре участвует? Впервые, пишет Татьяна Назаренко. Ну что ж, уважаемые коллеги, для тех, кто впервые участвует, сразу тогда несколько организационных моментов. Вебинар ориентировочно длится два академических часа, то есть полтора часа обычных. В конце вебинара мы всем участникам в чате дадим ссылку на скачивание электронного сертификата, поэтому вы сможете пройти по этой ссылке и скачать. Мы надеемся, что после завершения нашего сегодняшнего вебинара вечером мы выложим видеозаписи вебинаров, но я думаю, что мы это сделаем уже, наверное, в понедельник, поскольку сегодня рабочий день закончится вечером. Мы выложим видеозаписи вебинаров для открытого доступа, так что если у вас что-то не так пошло, если вы вынуждены раньше времени закончить вебинар, если у вас что-то не получилось досмотреть до конца по техническим причинам, вы сможете посмотреть вебинар заново, но он будет уже в записи. На случай, если вдруг у кого-то звук не очень хорошо идет, такое тоже иногда бывает, это зависит от качества интернет-соединения. Вы можете попробовать либо зайти через другой браузер, и здесь каждый браузер работает немного по-своему, либо, как вариант, вы можете заморозить звук. Для того, чтобы это сделать, вам нужно навести курсор на изображение лектора, то есть на мое. Внизу этого изображения появится значок видеокамеры, наводите на него, и появляется надпись «Заморозить видео». Нажимаете, и тогда видеокартинка замрет, презентацию вы будете видеть по-прежнему, слышать вы будете гораздо лучше, поскольку не будет тратиться интернет-трафик на трансляцию видеоизображения, и надеюсь, что эту ситуацию улучшит. Ну что ж, уважаемые коллеги, я буду стараться отвечать во время вебинара на вопросы и на комментарии в чате, например, Юлианя Лесик пишет «Ура, Алексей, вы, наконец, без галстука, лето». Действительно, у нас 31 градус, поэтому довольно жарко. В конце вебинара к нам присоединится директор по разработке и производству обучающих компьютерных программ компании образовательной и компьютерной технологии Ольга Владимировна Носенко. Она сможет ответить вам на вопросы, которые касаются обучающих компьютерных программ. Поэтому вы можете задавать вопросы не только по теме вебинара, задавать вопросы не только о методике, но вы можете также Ольге Владимировне задать вопросы и технического характера, а также вопросы о планах, о том, какими будут дальнейшие обучающие компьютерные программы и так далее. Ольга Владимировна сейчас участвует в нашем чате, поэтому она сможет отвечать на вопросы и в течение вебинара в чате. Ну что ж, давайте начнем тогда наш вебинар, поскольку это были организационные моменты. Уважаемые коллеги, прежде чем говорить о контроле, давайте посмотрим на несколько основополагающих теоретических моментов. Посмотрим на то, какие виды контроля существуют, какие формы контроля мы можем с вами выбирать и наиболее удобно и целесообразно с точки зрения методики, выбирать для определенных видов контроля и, соответственно, какие у контроля должны быть особенности. Поговорим в том числе и о проблемах, которые возникают. Часть проблем характер носит методический, часть проблем бывают, к сожалению, административного характера. Посмотрим на то, каким образом эти проблемы могут решаться. Ну, про контроль вы все знаете, что он может быть текущим. Причем текущий контроль это то, что мы делаем каждый урок. Это может быть педагогическое наблюдение. Это может быть просто, когда мы ребенка похвалили. Говорим, молодец, хорошо сделал упражнение. Это может быть и оценка, которую мы выставляем в конце каждого урока. Но, естественно, в конце каждого урока каждому ученику мы оценки поставить не можем. То есть здесь уже возникает одна из проблем, либо одна из противоречий. С одной стороны, текущий контроль осуществлять желательно, а с другой стороны, мы не можем текущий контролировать каждого ученика, особенно в условиях большого класса. Посмотрим, как нам обучающие компьютерные программы позволяют справляться с этой задачей. Второй вид контроля промежуточный. По завершению юнита, по завершению темы, по завершению четверти и так далее. Все, что делается в промежутке до конца учебного года, либо до конца курса обучения, это контроль промежуточный. Но с этим более-менее понятно. В любом УМК, как правило, в бумажных печатных изданиях достаточно материалов для промежуточного контроля. Например, в конце каждого юнита в учебниках Enjoy English у нас есть Progress Check. Причем, начиная с четвертого класса, у нас разделяется Progress Check на две части. Это Progress Check работы для самопроверки, вернее, Progress Check и задание Test Yourself. Которые позволяют им уникативные умения проверить, и умения, и знания языковые. В конце каждого юнита, точно так же в учебниках курса HappyEnglish.ru, у нас существуют контрольные работы, которые используются как в традиционном формате, так и в формате GA-EG задания. И, естественно, в учебниках курса Mili New Millennium English после каждых двух юнитов в Mili у нас Progress Pages. В New Millennium English в конце каждого юнита тоже есть проверочные работы. И, наконец, третий вид контроля — это контроль итоговый. Итоговый контроль с нашей с вами точки зрения — это не только в конце каждого класса, мы же все равно оценки выставляем, но и контроль итоговый по ступеням обучения. В четвертом классе итоговый контроль носит характер итоговой аттестации, которую мы сами с вами разрабатываем. Это внутришкольный документ. В девятом и одиннадцатом классе это итоговая аттестация в формате GA и EG, то есть государственная итоговая аттестация, аттестация внешняя. GA, естественно, остается экзаменом по выбору, поэтому если ваши ученики не выбирают английский, то, соответственно, ваш итоговый контроль будет в виде выставления оценки за год. Если ученики выбирают в девятом классе GA, то будут задавать экзамен в формате GA. Ну а EG, как вы знаете, с 2020 года в соответствии с новыми стандартами становится экзаменом обязательным по иностранному языку для всех выпускников школ. Поэтому раньше или позже нам с этим, конечно, придется столкнуться. Поэтому давайте мы с вами посмотрим на то, каким образом мы можем помочь детям подготовиться. Ну и, естественно, один из видов контроля, о котором гораздо реже говорят, это самоконтроль учащихся. Между тем, требования нового стандарта предполагают и такие планируемые результаты, как развитие умений контролировать себя, развитие умений планировать свою учебную деятельность, а все это без самоконтроля невозможно. Какие могут быть форматы контроля? Как я уже говорил, это может быть контрольная работа, естественно. Контрольная работа дело для нас привычное, они у нас существуют в самых разных вариантах, в самых разных видах. Это может быть тест. Чем отличается тест от контрольной работы? Тем, что у теста всегда есть четкий определенный формат. Это могут быть задания, например, Multiple Choice, это может быть задания по типу Clues Test, когда у нас пропущены слова определенные в тексте, и нужно эти слова самим понять и вставить. Это могут быть задания каких-то других форматов, но, тем не менее, у теста, во-первых, всегда есть четкий формат, стандартный, во-вторых, есть инструментарий для оценивания. То есть, если в контрольной работе мы просто можем посчитать, например, количество ошибок с точки зрения контроля, и диктант может выступать в роли контрольной работы, либо проверочной, правда же? То есть, если у теста есть определенные критерии, и мы проверяем, насколько работа, выполненная учениками, соответствует этим критериям. Сразу отвечу на вопрос, который задала Инесса Бедрединова. Геа не станет обязательным экзаменом, таких планов, по крайней мере, нет, это экзамен по выбору. То есть, если дети выбирают английский язык в девятом классе, то они будут сдавать в формате Геа. Если они не выбирают иностранный язык, то они не сдают его, соответственно. А ЕГЭ, в соответствии с новыми стандартами, становится обязательным с 2020 года, когда во всей России вступит в действие стандарт для старшей школы. Проблема в том, что целый ряд регионов начинает апробацию новых стандартов раньше, поэтому, например, в ряде регионов я уже слышал от учителей о том, что в их регионах вроде бы планируют сделать ЕГЭ обязательным чуть раньше. Я не могу точно сказать, про какие регионы, потому что вы сами знаете, одно дело, когда информация идет официально от Министерства образования, от Управления образованием региона, другое дело, когда это на уровне разговоров. Поэтому я думаю, что можно узнать в Управлении образования. Итак, форматы контроля, возвращаясь к нашей теме, контрольная работа, тест, которых характеризуется и инструментарием оценки, и критериями, и определенным форматом задания, а также может быть альтернативный контроль. Альтернативным контролем может являться проектная работа, может являться ролевая игра. Это может быть портфолио учащихся, которое мы собираем либо в течение года, либо в течение всего курса обучения и так далее. Характеристики контроля. Какие особенности у контроля есть, либо, по крайней мере, должны быть? Во-первых, одна из основных характеристик любой контрольной работы и особенно теста – это валидность, то, что по-английски называется validity. В чем это проявляется? Проявляется в том, что контролировать мы должны ровно то, что заявлено. Если, например, у нас тест языковой, а мы снижаем оценку ученику не за то, что он не справился с грамматическим заданием или с лексическим, а за то, что он не знает какого-то исторического факта, о котором шла речь в тексте, то такой контроль становится невалидным, потому что мы заявляем, что проверяем одни знания, а на самом деле оценим знания совершенно другие. Точно так же, как если, например, контроль направлен на выявление уровня коммуникативной компетенции ученика, то, конечно, здесь неправомерно было бы пытаться оценивать уровень развития мышления школьника. Конечно, для того, чтобы какие-то аргументы написать, написать аргументированное эссе, определенный уровень мышления должен быть, должны быть сформированы умения аргументировать свои речи и так далее, но в конечном итоге мы все-таки должны ставить оценку за язык. Не правда ли? У каждого контрольной работы и у каждого теста уровень валидности зависит от того, насколько грамотно, насколько четко, методически, правильно эта контрольная работа, либо этот тест спланированная. Поэтому здесь мы, конечно, можем с вами полагаться только на внешние источники, на авторов ОМК, на контрольные работы, которые нам иногда присылают внешние какие-то областные проверочные работы и так далее. И как раз одной из основных проблем является то, что контрольные работы иногда бывают невалидными. Именно поэтому от учителей не должны требовать самим пытаться составлять тесты, просто потому что нас с вами этому в вузах, как правило, не учили, из нас не готовили тестологов, из нас готовили учителей иностранных языков. И мы многие вещи просто не сможем соблюсти, просто потому что нас этому не учили. Вторая характеристика любого контроля — это надежность. То, что по-английски называется или в терминах англоязычной методики reliability. Что такое надежность? Это значит, что тест дает стабильные результаты. Например, если тот же самый тест, те же самые ученики напишут, скажем, через неделю, то результаты должны быть близкими к тому, как они написали это неделю назад. Это так называемая test-retest reliability. Reliability еще заключается в том, что если ту же самую контрольную работу или тот же тест будет проверять другой учитель, он поставит оценку очень близкую к тому, что поставил первый учитель. То есть это уже надежность экзаменатора. И для того, чтобы проверять тест, экзаменаторов необходимо готовить. Именно поэтому так тщательно готовят экспертов по ГИА и по ЕГЭ, либо, по крайней мере, должны тщательно готовить. Есть еще несколько видов надежности. Не будем сегодня говорить о них много. Но если вас заинтересует эта тема, мы можем поговорить о надежности тестирования и о надежности контроля языкового вообще. Можем поговорить на форуме на englishstichers.ru. Я могу дать несколько ссылок на статьи, в которых можно подробнее эту информацию прочитать и так далее. Следующая характеристика контроля — это объективность. То есть, естественно, оценка ученика должна зависеть не от того, как мы к нему относимся, не от того, насколько мы сами с вами, как экзаменаторы, хорошо владеем языком, а от того, насколько ученик правильно ответил. И вот здесь возникает два вида любого контроля. Бывает контроль, основанный на общем впечатлении. То есть мы говорим, ну вот я вижу, у меня хорошее впечатление, вот примерно так, так и так ученик говорит, с этими ситуациями он справится. А бывает контроль, основанный на критериальной оценке. Вот если сравнивать стандартизованные тесты даже, то с этой точки зрения ЕГЭ — это критериальный контроль, там критерии очень четко прописаны. А, например, First Certificate — это тест, где оценивание основано на общем впечатлении, то, что по-английски называется General Impression Gradient Scheme. То есть, если вы посмотрите на эти шкалы оценивания, то вы увидите, в ЕГЭ четко написано, за такой-то материал мы даем столько баллов, за такие-то умения, столько баллов, все четко прописано. Критерии оценивания тестов в формате First Certificate, критерии языкового портфеля Совета Европы и так далее, описаны немножко другим способом. Там дескрипторы содержат такие вещи. Общее впечатление умеет делать то-то, то-то и то-то. То есть, довольно сложно подсчитать такие моменты. Но, тем не менее, оба вида контроля могут быть объективными, все зависит от того, насколько четко прописаны критерии, потому что, если критерии прописаны нечетко, то объективность снижается, и от того, насколько подготовлены эксперты. Опытный, хорошо подготовленный эксперт прекрасно оценит работу и на основании общего впечатления, потому что все равно какие-то критерии вырабатываются, и на совещаниях они проговариваются и отслеживаются. И, наконец, естественно, одной из характеристик контроля важных является регулярность. Вы знаете, мне однажды, когда я еще только начинал преподавать, мне сказали очень важную фразу, я с тех пор не раз убеждался в ее правильности. Мне сказали, что очень многое зависит от того, насколько контроль регулярен. Потому что можно быть прекрасным учителем, замечательным методистом, который великолепно ведет уроки, но если учитель не контролирует учеников регулярно, то результаты могут быть ниже, чем у учителя, который может быть не настолько свободен в выборе арсенала методических средств, но контролирует регулярно. Потому что у контроля бывает несколько функций, и одна из этих функций регулирующая, когда дети привыкают к тому, что им необходимо отчитаться, они четче понимают то, что им необходимо изучить и так далее. Идемте дальше. Поскольку у нас речь шла о тестах, то для того, чтобы понять, о чем идет речь, давайте посмотрим на то, какие типы тестов существуют. Итак, тесты могут быть установочные. То, что по-английски называется placement test или enter test. Задача такого теста — понять, на какой уровень обучения ученик должен пойти, в какую группу его записать, какие учебные материалы подобрать. Второй тип теста — это тест успешности изучения курса. Он по-английски называется progress test либо achievement test. И задача этого теста — понять, что ученики усвоили в процессе обучения, насколько они успешно осваивают курс обучения. Третий тип теста — это тест владения языком. Он еще называется proficiency test. Еще раз хочу подчеркнуть, proficiency — это не уровень экзамена, то есть его не стоит путать с экзаменом Cambridge Certificate of Proficiency in English. А это именно формат теста. С этой точки зрения и ЕГЭ, и First Certificate, и TOEFL, и IELTS, и любые другие международные стандартизованные тесты являются как раз тестами типа proficiency. То есть проверяется уровень сформированности коммуникативной компетенции учащихся. Либо, если говорить проще, выявляется то, что же ученик может делать на иностранном языке, какие коммуникативные ситуации он может решить. И вот что самое сложное, если установочный тест всего лишь проверяет, какие ученика знания уже есть, если progress или achievement test основан только на материале курса, который изучали на материале учебника, то proficiency test не основан и не может быть основан на конкретном учебнике, а он проверяет вне зависимости от того, по какому ОМК мы с вами работали, то, насколько ученик владеет языком. Может быть, ученик уже 2-3 ОМК успел сменить в курсе обучения. Такое редко, но, к сожалению, бывает. Почему? К сожалению, потому что это очень неудачное методическое решение. Тем не менее, тест он может написать хорошо. Зависит от того, как его готовили. И последний вид тестов — это диагностические тесты. Их задача — посмотреть, какие проблемы у учащихся в изучении иностранного языка есть, и в чем корни этих проблем. Для тех, кому интересно, где я взял эту таблицу, внизу написано, дается ссылка, по какой книге цитируется, по книге «Методика обучения иностранным языкам. Традиции и современность». Это коллективная монография под редакцией Александра Александровича Миролюбова, которая выпустила издательство «Титул» в 2012 году. Вот теперь, когда мы поговорили об основных моментах контроля, давайте посмотрим на то, чем же методика в своей теории отличается от той практики, с которой мы сталкиваемся каждый день. Если позволите, я сразу посмотрю на то, что вы пишете в чате. Может быть, мы сможем ответить на какие-то вопросы или прокомментировать. Если вы позволите, я не буду сейчас комментировать информацию про ГИА и ЕГЭ. ГИА – это отдельная тема. Если вам интересно поговорить о ЕГЭ и ГИА, то вы можете посмотреть записи вебинаров, которые у нас уже состоялись. У нас был вебинар по подготовке учащихся ГИА. Вебинар проводила Наталья Николаевна Трубанева, руководитель команды разработчиков контрольно-измерительных материалов по ГИА. И у нас совсем недавно был замечательный вебинар, который так и назывался «Типичные ошибки в ЕГЭ и как их избежать». Этот вебинар проводил Евгения Владимировна Костюк, заведующий кафедрой языкового образования Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования, автор федерального курса МИЛИ и автор пособий по подготовке к ЕГЭ, которые выпускаются и российскими издательствами, и зарубежными. «Какая еще информация? Проводите ли вы в своей работе регулярный контроль?» спрашивает Анна Бурцева. Обязательно. Контроль нужен? Я в этом убедился на своем опыте, потому что стоит чуть-чуть ослабить вожжи, как только дети перестают получать фидбэк, регулярную оценку, регулярный отклик на то, как они работают, у них теряется система ориентировки, они уже не понимают, качественно они работают или некачественно, что нужно поправить в своей работе и так далее. Что еще? Идет обсуждение о ЕГЭ, здесь мы ничего сделать не можем. «Где можно посмотреть записи вебинаров?» спрашивает Антонина Юрьевна Черных. Антонина Юрьевна, на сайте englishteachers.ru есть отдельная тема, семинары и вебинары, и в рамках этого раздела есть тема видеозаписи вебинаров. Они все перечислены, можно посмотреть. Что еще? Идет обсуждение ЕГЭ. Ну что ж, продолжим, тогда поговорим о практике контроля в школе. Текущий контроль. Как мы уже говорили, в каком виде он проходит, как правило, у нас. Это могут быть наши собственные разработки. Когда мы придумали упражнение, дали ученикам и поставили оценки за это выполнение. Либо когда мы сделали свою контрольную работу. Но еще раз хочу подчеркнуть. Дело в том, что для того, чтобы написать четко и грамотно контрольную работу, нужно быть знакомым со основами тестологии. Не наша вина в том, что нас этому не обучают. Мы многие вещи делаем по наитию, опираясь на опыт коллег, опираясь на то, что мы сами видим в учебниках. Но, как правило, контрольная работа, которую мы сами пишем, они могут страдать от того, что либо они не очень валидны, либо они не очень надежны, либо, к сожалению, ни валидности не хватает, ни надежности. Наблюдение наше педагогическое – это тоже один из видов текущего контроля. И этот контроль нужен скорее для нас, для того, чтобы понять, как же ученику помочь. То есть это выполняет некую роль diagnostic test. Общее впечатление от работы на уроке. Вы же сами знаете, как бывает, когда в конце урока, особенно в начальных классах, мы говорим, ты, Машенька, молодец, ты сегодня хорошо работала, умница. А тебе, Сережа, надо немножечко еще потренироваться, потрудиться. И так далее. Правда же? Промежуточный контроль. У нас есть готовые контрольные работы. Помимо того, что у нас готовые контрольные работы в учебниках заложены, как я уже говорил, это Progress Check, это Progress Pages, это задание рубрики Test Yourself, у нас есть и специальные отдельные рабочие тетради. Например, к курсу Enjoy English есть рабочие тетради номер 2, контрольные работы к учебнику для четвертого класса. И, кстати, эту тетрадь можно использовать в качестве итогового контроля в начальной школе, брать оттуда контрольные работы. У нас есть контрольная работа, рабочая тетрадь номер 2, подготовка ГИА, это Enjoy English 9 класс, и 10-11 класс, рабочая тетрадь номер 2, контрольные работы. Готовятся к выпуску рабочей тетради контрольной работы к учебникам курса Милле. И есть контрольная работа в учебниках happyenglish.ru, и есть дополнительные задания, которые можно использовать в качестве контрольных упражнений. В книгах Mr.Help идет на помощь, это также к учебникам happyenglish.ru. Учителя сами разрабатывают контрольные работы, и это тоже один из видов промежуточного контроля. Проектная работа – это альтернативный контроль, но точно так же он может использовать в качестве промежуточного. И вы сами знаете, практически каждый юнит во всех учебниках издательства титул заканчивается проектной работой. А итоговый контроль, как я уже говорил, это четвертый класс. Внутри школы девятый класс – это государственная итоговая аттестация, и одиннадцатый класс – это единый государственный экзамен. Также можно использовать итоговые контрольные работы в учебнике, и можно оценивать на основе портфолио учеников. Но, к сожалению, возникает целый ряд проблем очень часто. Первая проблема, как я уже говорил, – это валидность контроля. Дело в том, что когда мы разрабатываем контрольные работы, мы пытаемся объять все, что можно. И поэтому заявляем целью проверить знание языка, но пытаемся попутно проверить и социокультурную информацию, и знание каких-то фактов, и вплоть до того, что чуть ли не скорость реакции учащихся. Требования администрации. В нескольких регионах ко мне на семинарах подходили учителя, которые рассказывали, что администрация школы, либо администрация района, почему-то требует, чтобы дети отдельно контролировались по каждому из видов речевой деятельности. То есть едва ли не писать по четыре контрольных работы на четверть. Отдельно по аудированию, отдельно по письму, отдельно по чтению, да еще и по говорению делать. Конечно, эта задача абсолютно нереализуемая. Почему она нереализуемая? Просто потому, что у нас не хватает времени. Дело в том, что когда мы контрольную работу пишем, посмотрите, нам нужен урок, как минимум, на то, чтобы ученики написали контрольную работу. Нам нужно время на то, чтобы мы проверили. И это одна из самых время затратных, наверное, частей работы учителя. Ну, пожалуй, помимо написания отчетов, это проверка контрольных работ. Нам надо время на то, чтобы сделать работу над ошибками. Хорошо, когда это время уже заложено в УМК. То есть, например, резервные уроки есть и в учебниках EnjoyEnglish, и в учебниках HappyEnglish.ru, а в учебниках курса Millionaire Online English у нас есть время на уроках для проектных работ, у нас есть время на этих Progress Pages. Они не зря даются в начальной школе после каждых двух юнитов на то, чтобы именно раз в четверть это делать. То есть, резервные уроки у нас все равно получаются. Каким образом нам может помочь ИКТ для того, чтобы облегчить контроль в обучении английскому языку? Сразу хочу ответить на вопросы. Ольга Заднепранец спрашивает. В новом учебном году буду вести английский во вторых и четвертых классах по учебнику МИЛИ. Подскажите, где можно взять методички и все возможные пособия? Уважаемые коллеги, на сайте EnglishTeachers.ru вы можете взять методическую брошюру, которая называется «Методические материалы обучения английскому языку в условиях в ГОС и подготовке к итоговой аттестации в курсе МИЛИ МИЛИАНИН ЭНГЛИШЬ». Такие же брошюры есть по happyenglish.ru и по enjoyenglish. Можете их скачать. Они выложены абсолютно бесплатно. Каждая брошюра около 100 страниц составляет. Точно так же вы можете бесплатно скачать материалы из книг для учителя к учебникам издательства Титул. Авторы дали свое разрешение для того, чтобы эти материалы можно было скачивать бесплатно. Еще один вопрос. На какой ступени обучения регулярный контроль более важен? На начальной или средней, старшей? Я бы сказал, что регулярный контроль важен на всем курсе обучения. Потому что вначале мы учим детей, приучаем их к тому, что контролируется будет, показываем им критерии оценивания и так далее. А в средних, старших классах как раз регулярный контроль нужен для того, чтобы дети могли соотносить свою работу с критериями оценивания и с неким объективным уровнем работы. Какое обязательное минимум заданий для контроля можно выполнить за 40 минут? Есть ли норма? Спрашивает Ольга Цветкова. Насколько я знаю, никакого федерального минимума заданий нет. Поэтому здесь можно полагаться на те материалы, которые авторы учебников размещают в УМК, для того, чтобы можно было... Потому что все эти материалы просчитываются по времени. Более того, поскольку мы сами с вами составляем наши рабочие программы, сами планируем уроки, вы лучше знаете ваши классы, я думаю, что вы сами можете решить. Кто-то и дополнительное задание какое-то даст, а кто-то, может быть, и какие-то задания не станет использовать. Комментарии. Некоторые считают, что компьютер снимает такой отрицательный психологический фактор, как ответы боязни. Считается, что, оставаясь на дне с дисплеем, учащиеся, как правило, не чувствуют скованность. Не приведет ли такая форма контроля к тому, что ребята разучатся общаться? А вот давайте мы как раз посмотрим на эти моменты, уважаемые коллеги, и перейдем к нашей следующей теме. Как нам помогает ИКТ, информационно-коммуникационная технология, для того, чтобы осуществлять контроль в обучении английскому языку. Во-первых, они нам помогают развивать умение самоконтроля у учащихся. Мы сейчас посмотрим на то, каким образом это делается, за счет чего. Во-вторых, контроль и оценивание автоматизируются. Я хотел бы сразу, перед тем, как мы будем смотреть на примеры, сказать вот о чем. Обучающие компьютерные программы – это, конечно же, дополнение к учебникам, это дополнительное электронное учебное пособие, которое нам помогает. Оно не предназначено для того, чтобы целиком и полностью заменить печатное издание. Такой задачи и не ставится, и вряд ли это возможно. Хотя бы потому, что есть такие виды речевой деятельности, которые контролировать только программными методами, только с помощью компьютера сложно. К ним прежде всего относятся говорения и некоторые продуктивные виды письменной речи. Обучающие программы позволяют как раз контролировать каждый вид речевой деятельности и как раз обеспечивают регулярность, за счет чего мы сейчас посмотрим. Они облегчают подготовку к итоговой аттестации в формате ГИА и ЕГЭ и позволяют использовать в том числе и альтернативные методы контроля, за счет того, что в них заложена возможность создания проектов и возможности собрать портфолио учащихся. Программы позволяют сохранять результаты контроля, поэтому вы легко их можете посмотреть снова, вы легко их можете распечатать, вложить в портфолио, показать администрации, проверяющей комиссии, любой и, самое главное, ученикам и их родителям. Электронные учебные пособия, обучающие компьютерные программы, есть ко всем учебникам курса Enjoy English, начиная со 2-го и заканчивая 11-м классом. Ко многим учебникам уже версия номер 2 выпущена, более совершенная, более развернутая, более подробная, чем, например, выпускалась версия 1. И, как правило, версии номер 2 включают не только дополнительные упражнения, но и очень большое количество новых форматов задания. Поэтому, если кто-то из вас уже работает с этим обучающими программами, они уже стали очень популярны, их используют, насколько я помню, по-моему, в 18 странах. Мы можем это посмотреть по кодам активации, откуда люди активируют. Так вот, когда я буду показывать некоторые примеры, вы заметите, что они из версии номер 2, и вы увидите, насколько они еще больше возможностей заключают в себе. На технические вопросы, на ваши комментарии сможет ответить Ольга Владимировна Носенко. Ну, и я тоже постараюсь, если необходимо. И вот посмотрите, если мы посмотрим на слайд, то посмотрите, внизу изображены вот эти вот диски с обучающими компьютерными программами, и 10-11 класс — это электронные приложения. Чем оно отличается от обучающей компьютерной программы? Тем, что оно содержит звук для аудирования, там же есть скрипты, которые можно прочитать, там же есть дополнительные контрольные работы к каждому юниту, которые можно распечатать, либо можно выполнять с экрана. Там же есть электронный англо-русский словарь, и там же есть графические материалы для проектных работ. К учебникам happyenglish.ru обучающие компьютерные программы есть тоже практически ко всем. А к сентябрю, я думаю, что программы у нас будут ко всем учебникам абсолютно. Сразу возникают вопросы, где можно заказать такие пособия, обязательно скажу, потому что есть на сайте englishteachers.ru электронный магазин, причем там эти диски можно купить и в электронном виде, то есть не надо ждать, пока по почте придут, не надо платить за пересылку, а просто скачивайте установочные файлы, получайте код активации и просто активируйте. Вот Ольга Владимировна Насенко уже отвечает. Замечательно. И есть электронный учебный пособий к курсу Miele New Millennium English. Посмотрите, начиная с первого класса, потому что в этом курсе есть учебник дополнительный для первого класса, Miele Starter, который тоже можно использовать при начале обучения и заканчивая 11 классом. Тоже готовится к выходу дополнительной обучающей компьютерной программы. Ольга Владимировна комментирует, что обучающие программы к 8 и 9 классу работа над ними активно ведется и диски будут уже готовы. К началу учебного года. Итак, давайте все-таки посмотрим на то, каким же образом средства ИКТ и обучающие компьютерные программы позволяют, облегчают нашу с вами работу по контролю. Во-первых, они способствуют развитию самоконтроля учащихся. За счет чего? Во-первых, за счет того, что задания ученикам понятны и даются дополнительные инструкции на русском языке. То есть, если ребенок чего-то не понял в задании, а перед ним стоит задача выполнить упражнение, он может кликнуть на изображение вопросительного знака и получит более подробную инструкцию. Как только ребенок выполнил задание, он сразу же видит, какие ответы правильные были, а какие ответы неправильные. То есть, вот эта мгновенная оценка, на которую нет ни времени, ни сил, ни возможности у учителя. Причем каждый ребенок получает это мгновенно. Представьте, что если бы от вас потребовался тот самый регулярный контроль осуществлять в классе, и каждому ребенку успеть сказать, насколько он правильно выполнен в упражнении. Это физически невозможно сделать за время урока. Для того, чтобы перейти к следующему этапу работы, а многие упражнения состоят из нескольких этапов, нужно правильно выполнить предыдущие. Это тоже средство самоконтроля. Ученик понимает, что он не сделает целиком упражнение, пока он не научится выполнять правильно определенные вещи. То есть, идем от простого к сложному. И, соответственно, для того, чтобы сформировать положительную мотивацию ученика, чтобы ему хотелось выполнять упражнение, у нас к упражнениям есть бонусы. То есть, за каждое правильно выполненное упражнение ребенок получает маленький подарок в виде короткого анимационного ролика. Я вам покажу примеры таких роликов. Давайте, знаете, как сделаем? Я вам покажу сейчас один бонус, а потом, когда мы посмотрим на примеры развития умений самоконтроля, я вам покажу еще один бонус. Готовы? Итак, сейчас перед вами на экране должно будет появиться изображение. Скажите, пожалуйста, появилось изображение? Появилось. Ну что ж, вот представьте, ребенок правильно выполнил упражнение. И перед ним может быть вот такой вот, например, мультфильм. Там еще звук идет, просто я вам показываю без звука, чтобы интернет-канал не забивать. То есть, вот такой вот маленький мультфильм можно посмотреть. Вернемся к нашей теме. Итак, как я говорил, детям даются инструкции. То есть, если ребенок не понял формулировки задания, если оно на английском языке, или просто ему недостаточной информации, он может кликнуть на значок с вопросительным знаком на кнопочку, и перед ним развернется подробная пошаговая инструкция. Правильность выполнения. Например, ребенок начинает выполнять упражнения. Вот здесь у нас задание следующее. Drag the answers to the questions. Даются вопросы, и нужно к ним ответы подтянуть необходимые. Для того, чтобы понять, какие это ответы, нужно посмотреть. И не только понять каждый из этих текстов, но и посмотреть на то, как мы реагируем вообще на вопросы. И когда ребенок сделал упражнение, то мы видим, что то, что сделано правильно, у нас становится синего цвета, то, что сделано неправильно, у нас становится красного цвета. Как я говорил про бонусы, у нас появляются вот такие. Давайте мы с вами еще на один бонус посмотрим. Готовы? Появилась картинка перед вами? Появилась. Отлично. Я сразу хочу сказать один важный момент. Это момент и психологический, и методический. Бонусы появляются только в том случае, если ученик выполнил задание правильно. Если ученик задание не выполнил правильно, бонусов не появляются, просто все неправильные ответы выделяются красным цветом. Зачем это сделано? Затем, чтобы ученика формировалась положительная мотивация. Это как метод кнута и пряник. Только мы здесь действуем пряником. Хочешь посмотреть что-то забавное, интересное? Сделай упражнение. При этом программа создана таким образом, что одно и то же упражнение можно делать несколько раз. Перед ребенком будут появляться задания или в новом порядке, или вообще новые тексты. Поэтому, если вы, например, видите, что программа включает 90 упражнений, то по факту каждое упражнение 4-5 раз можно делать еще, потому что перед детьми будет появляться из базы заданий гораздо больше. У нас есть такой принцип. Если, например, на экране перед нами должно быть одновременно 5 предложений с вариантом выбора ответов, то в базе данных их не меньше 20, как правило. Поэтому, в отличие от бумажного учебника, одно и то же упражнение делается повторно. И бонусы каждый раз тоже появляются разные. Есть целый набор бонусов. Программа выдает бонусы случайным образом. Поэтому, даже если у вас дети сидят в компьютерном классе, делают одно и то же упражнение, у них задания будут немного отличаться. Они будут на той же лексике грамматики, но задания будут отличаться. И бонусы будут разные. Поэтому дети, как правило, упражнения сами готовы делать еще и еще раз. Ну что ж, смотрим на бонус. Вот такой вот может быть, например. То есть, как я уже говорил, это небольшой короткий мультфильм, который каждый раз новый, неожиданный и интересный. И вот это помогает, это помогает как раз формировать у детей умение самоконтроля и самооценки. Контроль и оценивание автоматизируются, естественно, с помощью обучающих компьютерных программ. За счет чего? Во-первых, как мы уже с вами видели, программа показывает верные и неверные ответы. В отличие от учителя, компьютер не устанет, покажет мгновенно. Программа также показывает правильность выполнения задания в процентах. Почему это важно? Потому что, ну вы сами знаете, в процессе обучения мы можем ставить оценки за то, как дети выполнили работу. Но дело в том, что у оценок есть еще одна функция, помимо просто оценивания и помимо фиксации результатов, это функция стимулирующая или мотивирующая. Мы иногда можем оценить не только достижения фактического ученика, но и прогресс, насколько он старался, насколько его уровень повысился по сравнению, скажем, с тем, как он начинал работу неделю назад или месяц назад, или в начале юнита, как было. То есть мы можем оценку чуть повыше поставить, несмотря на количество ошибок, за то, что мы именно оцениваем прогресс ученика. Это тоже вполне валидная функция оценивания и контроля в языке. Поэтому обучающая компьютерная программа нам дает только основу для оценивания. Показывает процент правильности, но мы с вами сами решаем, что мы поставим, например, за 80% правильности. Четверку, а кому-то может быть пятерку, а кому-то может быть и четверку, дай бог, установить. Вернее, и четверку не захочется ставить. Программа вербально оценивает работу ученика. Вот посмотрите, как мы можем оценить правильность выполнения. Перед вами электронный журнал, и мы видим, что вот конкретный ученик, перед нами username написан. Дело в том, что когда мы установили программу на компьютере, дети могут заводить свои имена, и каждый под своим паролем заходит. Там неограниченное количество учеников может за один и тот же компьютер садиться, и результаты будут для каждого ученика под его паролем сохраняться в базе данных. То есть, получается, что мы всегда можем посмотреть, как каждый ученик что-то сделал. И мы видим, например, это из учебника Enjoy English, обучающий компьютерную программу к новому учебнику Enjoy English, для пятого класса и для шестого такой же интерфейс реализован и так далее. Посмотрите, например, по теме vocabulary, упражнение 1 выполнено на 100%, а упражнение 5 выполнено только на 50%. И вот общий результат за работу – это 75%. По грамматике одно упражнение только выполнено, общий результат 100% в средний балл. Но посмотрите, сколько упражнений еще не сделано. То есть, мы сами можем решить, что поставить. Communication. На 100% выполнено Fanatics. Вообще ученик не принимался делать. И Language Games, языковые игры, которые используются в программах, сделаны тоже с определенным баллом. Как я уже говорил, оценка ставится вербальная, кроме процентов. Почему это важно? Потому что есть определенная культура преподавания в разных школах и в разных странах. В англоязычных странах похвалы ученику выглядят с нашей точки зрения иногда немного преувеличенными. Дело в том, что каждый начинающий учитель, как правило, знакомится с такими вещами в британской или в американской школе. Специальные брошюры есть, которые называются «100 ways to praise your students». У нас выходила статья об этом в журнале «Английский язык в школе». Вы можете на сайте englishteachers.ru, в правом нижнем углу, там есть баннер журнала, кликнуть на него, перейти к архиву и эти статьи скачать. Так вот, учителя в англоязычных странах детей хвалят самыми разными словами. Они могут сказать «Great», «Super», «Fantastic». Они могут сказать «You really made my day». Мы учеников хвалим по-другому. Мы можем сказать «Молодец», можем сказать «Хорошо», иногда говорим «Неплохо», и с нашей точки зрения «Неплохо» — это действительно неплохая оценка. А если мы по-английски скажем ученику «Not bad», это что означает? Что он наработал примерно на двоечку, но не расстраивайся так уж сильно. Поэтому обучающие программы вот с помощью таких вербальных оценок в начальных классах позволяют как раз и компенсировать, перекинуть мостик от нашей культуры обучения в культуре обучения в англоязычных странах. И дети привыкают к тому, что там немножко другая система оценивания, и они получают вот в этих бонусах вот такого рода оценки. Пойдемте дальше. Какие у нас комментарии? Да, вот как комментирует Ольга Владелин, мы действительно можем, процент показывает объективно, насколько ребенок выполнил упражнение правильно, а какую оценку поставить мы сами решаем. И действительно, вербальная оценка помогает. Обучающие программы позволяют как раз контролировать каждый из видов речевой деятельности, да плюс еще знания языка, языковые структуры. Это то самое, чего от нас требует администрация, но то, чего мы этой администрации дать не можем часто, просто потому, что нет времени. За счет чего программа помогает? Во-первых, в каждом упражнении у нас есть тот самый регулярный текущий контроль, когда мы знаем результаты выполнения каждого упражнения из всех, которые ученики делали. Если мы посмотрим на меню обучающих программ вторых версий, то вы увидите, что в меню четко прописано, какой род информации, какой вид речевой деятельности тренирует и контролирует то или иное упражнение. Это важно и для самоконтроля учащихся. Они могут, ориентируясь вот в этой системе условных обозначений, сами выбирать тренировочные материалы. И, естественно, когда мы планируем контроль, мы можем выбрать, какие упражнения детям дать. В программе существуют специальные разделы для контроля. Я сейчас вам покажу их. Как я говорил, вот как у нас выглядит меню. Посмотрите, это обучающая компьютерная программа к учебнику happyenglish.ru для девятого класса. Ой, нет, прошу прощения, это для пятого класса, для девятого, я вам тоже покажу. И посмотрите, слева у нас есть кодификатор цветовой. То есть мы видим по цветам, на что направлены конкретные каждые упражнения. И мы видим, например, что первый юнит, у нас первые пять упражнений — это vocabulary. Потом у нас следующие упражнения идут на отработку грамматики. И если мы прокрутим вниз вот этот вот ползунок, то дальше пойдут упражнения и на фонетику, и language games у нас будут, и language news. А вот пример меню, обучающий компьютерную программу к учебнику happyenglish.ru для девятого класса. Посмотрите, специальный раздел test yourself. То есть у нас есть задание рубрики practice, это тренировочное упражнение, и у нас есть задание рубрики test yourself. И мы видим, что для первого юнита первое упражнение тестирует знание словарного запаса. Два следующих упражнения тестируют знание грамматики. Третье упражнение позволяет нам протестировать умение чтения. И четвертое упражнение, и пятое упражнение, прошу прощения, мы видим умение communication, позволяет проверить. То есть тот самый контроль по видам речевой деятельности. Вот пример упражнения, который позволяет проконтролировать, обучение, насколько дети умеют читать. Оно включает в себя и знание правил чтения. То есть здесь нам надо в этом задании drag the words into the table. Растащить слова по табличкам в зависимости от того, как определенные буквы сочетания читаются по правилам транскрипции. Вот пример контроля чтения из обучающей компьютерной программы для начальной школы. Это к учебникам Милле. Посмотрите, это чтение с опорой на картинку. Надо прочитать описание, то есть маленький текст, но контролируем понимание текста, и выбрать, какая картинка соответствует какому тексту, и подтащить к нужному тексту. Картинки становятся на место, и все это оживает. Контроль чтения для подготовки к итоговой аттестации. И вот здесь уже идут контроль разных типов чтения. Здесь у нас дается целый текст. Это мы с вами видим упражнение из обучающей компьютерной программы к учебнику happyenglish.ru для 9 класса. Посмотрите, у нас дается текст, и нам нужно подобрать заголовок, правильных каждому из абзацев этого текста. Это подготовительное задание для ГИА. Мы увидим задание полностью в формате ГИА, когда даются не абзацы одного текста, связанные единой идеей, а даются отдельные мини-тексты. Здесь мы как раз учим детей понимать значение каждого абзаца и понимать, как строится общий смысл текста с помощью вот этого упражнения. Вот, например, ученик выполнял упражнение, и что получилось? Первые три абзаца правильно заглавил, а с остальными перепутал. Бывает и такое. Контроль аудирования. Аудирование с опорой на картинку. Начальные школы – это пример из учебника, из обучающей компьютерной программы к учебникам Enjoy English для начальной школы. Посмотрите, у нас дается задание на английском языке. Listen and click on Simon's room. Слушаем описание комнаты, выбираем ту комнату, которая была описана. Контроль аудирования может проводиться и в таком виде. Более детальное понимание. Click on the pictures, listen and type numbers to order the sentences. То есть, посмотрите, мы слушаем тексты и вписываем, в каком порядке диалог прозвучал. Причем, что интересно, поскольку средство тут у нас мультимедийное, мы не только читаем, мы еще и слушаем, мы еще и вписать можем, то оно нам позволяет оттренировать сразу несколько видов речевой деятельности. Здесь у нас и аудирование в основном, и умения чтения, естественно, нужны для выполнения этого упражнения, да еще и посмотреть на то, как коммуникация строится, как диалог строится. Точно так же мультимедийно мы контролируем сразу несколько видов речевой деятельности, если нам это необходимо. Например, задание следующее. Listen and type in the missing words. Дети слушают рассказ медвежонка Билли о себе, это опять Enjoy English начальная школа, и вписывают нужные слова. При этом слово вписать нужно правильно, поэтому здесь мы смотрим еще и на то, насколько дети, все эти слова из активного словарного запаса, насколько они правильно умеют писать эти слова. Программа нам здесь помогает. Вопрос от Анны Бурцевой. То есть, исходя из всего сказанного, нужно контролировать не все и сразу, а каждый контроль подразумевает отдельный аспект языка или речи. Вы знаете, комплексно контролировать невозможно, хотя бы потому, что, да, мы, конечно, можем одновременно, например, слушать и читать, но это разные виды речевой деятельности, и эффективно и то, и другое сделать мы не сможем. Посмотрите, например, на итоговую аттестацию в формате ГЕ и ЕГЭ, посмотрите на международные тесты, что у нас получается. У нас на каждой вид речевой деятельности есть свой отдельный аспект этого теста, либо целый раздел. То есть, действительно, так эта работа и делается. Ольга Владимировна комментирует очень важный момент. Мы специально проверяли, выполнение заданий с использованием компьютера занимает реально одну минуту. Ну, есть ученики побыстрее и помедленнее, но в среднем, да, это быстро может сделано. А то же самое задание в бумажном виде в рабочей тетради требует 4-5 минут. Действительно, пока ученик напишет в тетради, это требует времени больше, потому что кликнуть проще, нажать и кнопочку одну тоже просто и быстрее, чем писать. С другой стороны, кроме того, что ребенок пишет в рабочей тетради, здесь компьютер мгновенно оценил, а учителю приходится самому проверять такие моменты. Проверять рабочей тетради, посмотрите, сколько времени и сил требуется. Контроль письменной речи. За счет чего осуществляется. Вот перед нами одно из такого рода упражнений. Звучит задание следующим образом. Drag the parts of the letter in the correct order. Мы учим детей писать письмо. Посмотреть у нас все стандартные признаки оформления этого письма, то есть то, что потребуется и на ГЕ, и на ЕГЭ. Личное письмо, правда? Но мы здесь как раз учим детей, помогаем им разобраться с тем, какие же части письма, как письмо начать, как письмо завершить и как выстроить логическую последовательность. Когда речь идет о письмах, то давайте мы посмотрим, как еще одно упражнение выполняется. Сейчас перед вами должна появиться картинка. Появилась картинка? Так, ага, появилась, хорошо. У кого-то еще нет, появилась. Просто зависит от скорости интернета. Давайте посмотрим на упражнение, из обучающей компьютерной программы к учебнику Enjoy English для 9 класса. Посмотрите, это рубрика Test Yourself, как мы контролируем, насколько дети научились писать личные письма. Что у нас происходит в этом упражнении? Перед нами появилось письмо, но это письмо неполное. Внизу у нас есть фразы, которые необходимо в это письмо добавить. Я сейчас поставлю пока на паузу. То есть, посмотрите, эти фразы логически связаны как с последующим предложением, так и с предыдущим. Место их в тексте определяется абсолютно однозначно. И эти фразы являются ключевыми для понимания. И для того, чтобы сделать правильное упражнение, нам нужно выбрать фразу, показать место в письме, куда она должна встать, и эти фразы переносятся. То есть, посмотрите, как у нас получается. Выбрали фразу, указали место, и она появилась в письме. И здесь же программа нам позволяет как раз и проверить, правильно ли дети логически выстроили логику этого текста, правильно ли они поняли, что необходимо было вписать. Вот так это упражнение работает. И посмотрите, в конце, если мы сделали все правильно, перед нами появляется маленький бонус. Еще раз давайте посмотрим на то, когда мы сделали это письмо, как оно выглядит. Фраза, которую мы переносили, стала синего цвета. Письмо мы можем еще раз прочитать правильно, и можем еще и проанализировать, и попросить детей при случае необходимости, если они сделали ошибки, объяснить свой выбор. Обратить внимание на то, каким образом все это работает. Все успели посмотреть видео? Посмотрели? Замечательно. Ну что ж, пойдемте дальше. Итак, программы помогают нам научить детей писать личные письма, научить детей писать, проверить умение писанной речи на уровне одного слова, когда дети пишут, слово вписывают нужное правильно, орфографически, научить детей писать небольшие тексты, однозначные, например, описание картинки и так далее. Программы позволяют нам удобнее контролировать автоматизированное знание грамматики. Сейчас перед вами на экране одно из таких упражнений. Задание в формате multiple choice. Дети выбирают глагол в нужной видовременной форме. То есть, опять же, тот формат знания, которого пригодится на итоговой аттестации. А давайте теперь посмотрим и вместе попробуем выполнить вот такое упражнение. В каждой строчке этого письма есть одно ненужное слово. Давайте сделаем так. Поскольку я могу сделать так, чтобы картинка стала покрупнее, вот так лучше видно? Видно, отлично. Ну что ж, давайте мы с вами попробуем. Я вам читаю строчку, а вы мне говорите, какое слово лишнее. То есть, проверим, поставим себя на место ученика. Задание звучит следующим образом. Find the odd word in every line and click on it. Whether we like it or not, computers have become a part out of people's lives. Out. Верно. Almost an everyone has been exposed to some kind of computer games. N. But there are been concerns about the effects. Are they positive or negative? Bin. Will they bring any good? Many people think about that it is unhealthy. About. To play computer games. Others believe in that computer games can be beneficial in many ways. Кто-то пишет фигще. Нет, это не фигще, это about. Так, about или that? А, believe in that. Конечно. In лишнее здесь. Computer games can be improved cognitive and illogical skills. Сразу две ошибки. Be лишнее и a. They develop thinking, help to relax, when you are playing alone or with somebody else. Последняя строчка. А, конечно. Коллеги, понравилось вам такое упражнение? Когда его дети сделали, то посмотрите, тут у нас видна и картинка с бонусом, когда хамелеон пробежал по крокодилечку, цвет меняя. И мы видим, что мы правильно абсолютно выполнили это упражнение. И посмотрите, как удобно. Дети этим занимаются. И для того, чтобы это упражнение выполнить, необходимо внимательно прочитать, вспомнить и предлоги, и кое-где и фразовые глаголы, и видовременные формы, правда же? То есть оно очень четко направлено на контроль того, насколько ребенок знает грамматику. Но, с другой стороны, оно удобное. И знаете, что еще я вам скажу? Очень важный момент какой? Пока дети выполняют это упражнение, вы можете спокойно посидеть и пять минут подышать. Потому что эта возможность очень редкая бывает у нас. Контроль знания грамматики и лексики, как я уже говорил. Посмотрите вот на это упражнение. Здесь мы проверяем, насколько дети умеют правильно выбрать наречие, либо прилагательное, которое ставится в нужное место в предложении. И кроме того, мы показываем наиболее частотные коллокации. Например, Rose is a highly gifted person. Выбор был у ребенка high или highly. Highly gifted. Не такая частая фраза в наших учебниках российских, но очень частая коллокация, так же как highly educated и так далее. There are high mountains in the region. Climate in Alaska is... И выбор был между extreme и extremely. It's extremely cold in Alaska. И так далее. Посмотрите, и последняя пара предложений. Neatly и neat. То есть мы сопоставляем, контрастивный анализ происходит, мы сопоставляем пары, наречие и прилагательное, и с помощью контекста, с помощью слова употребления именно в контексте, показываем детям, каким образом эти слова сочетаются. Что еще? Кто у нас пишет? Если бы такого рода упражнения были для каждого класса, у меня на следующий год 10 и 11. Чувствую себя лишней здесь. Уважаемый коллега, в 10 и 11 классе есть электронные приложения, во-первых, в которых есть дополнительные контрольные работы, и можно с этими контрольными работами поработать. Более того, я вам по секрету скажу. У нас есть идея, здесь больше Ольга Владимировна может вам сказать о том, чтобы и для 10 и 11 классов тоже были обучающие компьютерные программы. Я думаю, что пригодится. Светлана, прошу прощения без отчества, уже год отработал с электронными программами, дети в восторге, очень помогают, разнообразят урок, действительно. Семенова Татьяна, кроме того, поиск лишнего слова, типичное олимпиадное задание, абсолютно верно, причем это задание не только в олимпиадах, но и в ряде международных статизированных тестов. То есть, что у нас получается? Дело в том, что эти программы позволяют нам не только на ГИА и ЕГЭ ориентироваться, но и чуть-чуть пошире. Кто знает, какие дети будут? Ко мне иногда приходят на частные занятия ученики, которые просят, чтобы я их подготовил к IELTS, чтобы я их подготовил к ZATCH TOEFL и так далее. И приходится работать с совершенно другими форматами. Хорошо, когда с этими форматами дети уже в школе успели познакомиться. Ольга Цветкова пишет, точно надеюсь, что Алексей даст четкие координаты, где и как приобрести эти потрясающие программы. С удовольствием, да, но Ольга Владимировна Носенко уже дает ссылку на то, где эти программы можно взять. Важный комментарий. Такие программы оживляют урок, интересно даже самым проблематичным детям. Действительно, мотивация повышается, и я хотел бы вас вернуть к комментарию, который прозвучал у нас в чате в начале вебинара, когда речь шла о том, что у детей пропадает страх ошибки, но не помешает ли это социализация. Страх ошибки пропадает, мотивация повышается. А для того, чтобы социализация не помешала, ну вы же сами видите, дети и так социализируются через электронное общение. Типичная ситуация, вы проходите по любому кафе, в любом общественном месте, дети даже если сидят за одним столиком, подростки особенно, они все равно в телефонах, они все равно в интернете и так далее. То есть это общая проблема социализации. Я не думаю, что программы сильно смогут помешать, тем более, что все равно урок мы же не станем с вами строить на одних электронных учебных пособиях. У нас есть учебники, у нас есть тролевые игры, у нас есть коммуникативная ситуация. То есть мы как раз и помогаем детям помочь избежать таких проблем социализации. Программы помогают также проконтролировать, насколько дети владеют средствами логической связи. То, что по-русски в методике называется cohesion, cohesion по-английски, это уже рубрика Use of English. Посмотрите на следующее упражнение. Drag the phrases to the correct groups. И мы учим детей распределять, каким образом мы можем согласиться с кем-то или не согласиться, а как мы выражаем мнение. То есть посмотрите, у нас есть фраза It seems to me that, in my opinion, that's true, I agree with that, you are absolutely right, I am in favor of, и так далее. Personally, I think. Почему это важно? Потому что мы не только даем детям инструментарий, которым пригодится для написания opinion essay, для того, чтобы диалог построить аргументированный правильно, причем этих знаний очень на олимпиадах не хватает. Мы не только помогаем детям еще раз проанализировать тексты, но мы точно также помогаем детям развивать критическое мышление, потому что один из моментов критического мышления важных, это умение отличать мнение от факта, аргумент от ничем не подкрепленных слов, и так далее. Когда мы говорили о подготовке ГИА и ЕГЭ, до сих пор те форматы упражнений, которые вы видели, они ориентированы на олимпиады, они ориентированы просто на контроль, но у нас есть, конечно же, в обучающих программах упражнения, жестко сделанные в форматах ГИА и ЕГЭ. Посмотрите, вот у нас задание на чтение, и задание в формате True, False, Not Stated. То есть мы читаем текст, и затем соответственные варианты выполнения выбираем, и тут же получаем мгновенную оценку. Причем мы здесь попытались сымитировать ту ситуацию, когда ребенок не понял чего-то, и попытался случайным выбором потыкать, куда получится. Посмотрите, вот здесь мы делали False True, False True и так далее. И мы сразу видим, что такой номер не проходит, только на 50% задание правильно выполнено. Это, кстати, говорит о надежности теста. Если методом случайного тыка невозможно получить высокий балл. Вопрос, из какого это учебника? Это учебники, это обучающая компьютерная программа из Enjoy English для 9 класса, то есть как раз тогда, когда ориентация идет полным ходом на итоговую аттестацию в том числе. Вот еще у нас пример задания на подготовку ГИА и ЕГЭ. Посмотрите, задание на слово образование. Здесь мы кладем вам изображение упражнения, которое наполовину выполнено только, чтобы вы посмотрели на процесс работы. Я сейчас увеличу картинку, чтобы было видно удобнее. То есть, посмотрите, дается текст, дается знакомый нам формат, когда слова нужно в другой форме поставить, и мы можем их вписать в пробелы. Не обращайте внимания на то, что пробелы короткие, поскольку это компьютерная программа, то писать можно достаточно длинные слова, пробелы автоматически удлиняются. Далее. Подготовка ГИА и ЕГЭ. Как я вам говорил, у нас есть задание, собственно, в формате ГИА и ЕГЭ. Вот перед вами тексты короткие, и нам нужно диалоги к ним подтянуть. Прошу прощения, заголовки к ним подтянуть. То есть задание. Это как раз задание на чтение на общее понимание. То, что у нас идет первым заданием на чтение и в ГИА, и в ЕГЭ. И, наконец, проектные работы и портфолио. Очень часто приходится на практике сталкиваться с тем, что дети могут быть не заинтересованы в выполнении проектных работ. Они, например, говорят, а я материал не нашел, а я не понял, как делать, и так далее. Вот здесь нам обучающие компьютерные программы помогают. За счет того, что они уже содержат ряд материалов для проектных работ. Например, в 10 и 11 классе есть материалы графические для проектных работ в электронных приложениях. То есть картинки и фотографии уже найдены. И есть готовые проектные работы в электронных учебных пособиях, обучающих компьютерных программах к учебникам. Давайте-ка вам покажу одну из таких проектных работ, которая является прекрасной опорой и для письма, и для говорения. Эти проектные работы заложены в обучающие компьютерные программы к учебникам headenglish.ru для третьего и для четвертого классов. Эта работа позволяет ребенку... Сейчас опять давайте дождемся появления изображения перед вами. Эта проектная работа позволяет ребенку создать собственную электронную книгу. Давайте посмотрим, как это выглядит. Скажите, пожалуйста, появилось перед вами видеоизображение? Появилось? Появилось? Появилось большинство? Отлично. У кого-то еще не появилось. Давайте подождем. Здесь зависит от того, насколько быстро интернет срабатывает. Пока еще нет. Несколько человек. Ну что ж, подождем несколько секунд еще. Страна у нас большая. Кстати, коллеги, пока мы ждем, пока у всех изображение появится. А напишите мне, пожалуйста, откуда вы для того, чтобы оценить вообще диапазон наших участников. Кто откуда? Москва, Смоленск, Тамбов, Большой привет родному Тамбову, Барнаул, Хабаровск, Саратовская область, Орехово-Зуево, Тверская набережная, Челны, Самарская, Башкирия, Кузбасс, Саратовская область, Энгельс, Архангельская, Петербург, Калуга, Мурманск, Пермь, Якутск. В Якутске только неделю назад был Брянск, Казахстан, Иллиста, Сургут, Тольятти, Ханты-Мансийский автономный округ, Пермский край, Волгоград, Ленинградская область, Комсомольск-Наамуре. Замечательно, в Хабаровске было до Комсомольска, никак не удавалось добраться, Рязань, Новороссийск, Пятигорск, Ставропольский край, и все еще до Пятигорска не дошла пока видеокартинка, Алтайский край, Киров, Ханты-Мансийский округ, Нягань, Тольятти, появилось изображение, Курская область, Челябинск, Киров, Пермский край, Белгород, Калининград. Замечательно, практически во всех регионах я успел побывать, и во многих, я думаю, появимся еще раз. Ну что ж, коллеги, у большинства из вас, я смотрю, картинка появилась, давайте мы посмотрим на то, каким образом выполняется вот эта вот проектная работа. Посмотрите, дети выбирают сначала уровень, сколько картинок у них будет. Когда они выбрали, им случайным образом, например, выбрали три кубика, появилось три картинки, идет инструкция, begin your story, дается картинка, которую нужно описать каким-то образом. Используя активный вокабуляр, используя те фразы, которые дети научились уже, я еще раз подчеркну, это задание для третьего и для четвертого класса, у нас, вот видите, ребенок с вопросительным знаком. Дети пишут вопросы, которые, как они считают, могут подойти здесь, то есть самые разные варианты. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Сейчас маленькая пауза. Я даю вам возможность посмотреть на то, как выполняется работа. Теперь у нас следующая картинка появилась, и задание «Continue your story». И посмотрите, например, а если мальчик вдруг увидит эту юбку, мальчик может написать «I'm a boy, so I don't wear a skirt» или «skirts». При этом мы можем это задание дать как детям индивидуально, так и ему помогать. Здесь как раз дети, поскольку речет о happyenglish.ru Субтитры создавал DimaTorzok